Глава 26. Три клятвы. Многие возражают против создания еврейского государства, аргументируя это так называемыми «тремя клятвами». Речь идет о комментарии мудрецов из «Ктувот» 111 а.л., где говорится, что Бог наложил три клятвы, относящиеся к Эрецисраэль. Сторонники данной теории аргументируют, что эти клятвы запрещают Израилю создавать суверенное государство до прихода Машиаха. Многие при этом заявляют, что в наше время заповедь заселять Эрецисраэль уже недействительна. Некоторые идут еще дальше и в своей ненависти к нашему государству не стесняются объединяться с проклятыми измаильтянскими врагами, жаждущими еврейской крови, о которых сказано, «Мы узнали правило, Ишмаэль ненавидит Яакова». Шмот Раба 5.1 Танхума Шмот 27 Этот грех не имеет искупления, потому что это Хилул Гошем – высшая степень ненависти к Израилю. Начать с того, что клятв на самом деле не три, а две. Одна для Израиля и одна для народов. Я подозреваю, что многие, кто ссылается на этот талмудический фрагмент, ни разу не видели его своими глазами. Вот что там говорится. Цитата «В чем эти три клятвы? Бог заставил Израиль поклясться не идти в землю вместе, Раши, вместе силой, И не восставать против народов. И он заставил народы поклясться, что они не будут слишком сильно порабощать Израиль». Конец цитаты В Медраше говорится Широ Ширим Раба 2.7.1 Раби Йоси Барханина сказал «Здесь две клятвы, одна для Израиля и одна для народов. Израиль поклялся не восставать против народов». Раби Йоси Барханина считает две клятвы Израиля в «кту вот» одной. А народы поклялись, что не будут слишком сильно обременять Израиль, ибо этим они вызовут преждевременный приход конца дней». Конец цитаты «Заметьте, о чем говорят мудрецы. Израилю запрещено восставать против народов и идти всем вместе в землю по той причине, что они пока не достойны этого». «Точно так же поколение пустыни было недостойно войти в землю, когда согрешило в эпизоде с разведчиками. Пока израильтяне не раскаются и не дадут поколение с возвышенным духом, уповающее на Бога, им запрещено возвращаться в Ирец Исраэль всем вместе. Бог это запрещает, потому что изгнание служит наказанием за грехи. Пока нет раскаяния, избавление от Бога придет в свое время» Ишаяху 60.22. «Тогда, когда он сочтет нужным, а не когда это решит все еще грешный Израиль». Однако Бог взял клятву не только с Израиля, но и с народов. И эти клятвы взаимозависимы. В планы Бога не входило такое изгнание, которое приведет к невыносимым страданиям целых поколений евреев. Более того, если бы народы начали порабощать Израиль слишком сильно, это означало бы «Хилул Гошем», поскольку этим народы проявили бы неуважение к Богу. Следовательно, клятва Израиля «не восставать» была связана с клятвой народов «не притеснять слишком сильно», что в данном контексте означает такую степень страданий, которая уже невыносима для Израиля. Пока бремя изгнания не было слишком сильным, Израиль должен был держать свою клятву. Но когда народы в своем яростном сопротивлении подвергли Израиль невыразимым страданиям и катастрофам, они нарушили свою часть клятвы, чем освободили Израиль и от его части. В писаниях и трудах мудрецов есть несколько мест, из которых видно, что две клятвы связаны друг с другом, так что нарушение одной ведет к отмене другой. Берешит Раба 74.15 Когда Давид послал своего генерала Иоава Харам на Харайин и Арам Цова, он встретился с Эдумеями. Он хотел напасть на них, но они показали ему их письмо, в котором говорилось, «Хватит ходить вокруг этих возвышенностей». Дворим 2.3 И дальше «Вы проходите мимо границ ваших братьев, потомков Эсава. Будьте очень осторожны, чтобы не раздражать их». Там же 2.4.5 Иоав послал сообщение Давиду, говоря, «Я встретил Эдумеев и хотел напасть на них, но они прислали мне свое письмо». «Где говорилось, не раздражайте их». «Когда я встретил маавитян, они показали мне свое письмо, где говорилось, не нападайте на маав». В тот момент Давида оставила его царская осанка. Он пошел в Санедрин и сказал, «Господа, я пришел сюда только для того, чтобы учить, и если вы позволите мне, я это сделаю». «Я послал Иоава к Арам Нахараим и Арам Цова». Он встретил Эдумеев, и они показали свое письмо, где говорилось, не раздражайте их. «Но они нарушили его первыми». Эглон собрал себе детей Аммона и поразил Израиль. Судьи 3.13 Он встретил маавитян и хотел напасть на них, и хотел напасть на них, но они достали свое письмо, где говорилось, не нападай на маав. Однако они, несомненно, нарушили его первыми. Цитата. «Он послал послов Биламу, приди и прокляни этот народ для меня». Бемидбар 22.5.6 Все это подразумевается в словах «Письмо Мехтав Давиду» Таилим 61. Конец цитаты. Далее мудрецы говорят «Танхума дворим три» «Вождю в Шушан-эдув письмо Мехтав Давиду для обучения» Таилим 61. Шушан означает «санедрин», как сказано, «огражденный шошаним лилиями» Широширим 7.3. Санедрин возводит галахические ограды в кавычках или средства защиты. «Эдув» означает «тору», которое называется «эдут» — свидетельство. «Мехтав» — письмо — это Давид, который стал царем, однако называет себя бедным — «мах». Там он ходил невинно, бетмимут со своим создателем для обучения, чтобы учить Давида этому делу. Когда это было? Когда он боролся с Рам-на-Хараем, Таилим 62. Что произошло? Когда Йоав пошел сражаться с Рам-на-Хараем, они вышли к нему и сказали, «Ты — один из потомков Яакова, а мы — Лавана, и, несомненно, их договоренность остается в силе, как сказано, «Холм будет свидетелем», — Берешит 31.52. Когда Йоав услышал это, он вернулся к Давиду и сказал ему, «Что ты скажешь?» «Несомненно, что Яаков поклялся в этом». Они немедленно собрали Санедрин, Шушан и Дуфа, чтобы учить. Они учили его и сказали ему, «Действительно, таково было условие, но они нарушили его первыми. Разве Белам не сказал? Балак, царь Моава, привел меня из Арама?» Бемидбар 23.7. «И разве Кушан-Ришатаем не поработили нас?» Как сказано, «Израиль служил Кушан-Ришатаем восемь лет». Судьи 3.8. Они совершили против нас два преступления. Как только Санедрин вынес это решение, Иоав вернулся к ним и поразил их, как сказано, «Он боролся с Арам-Нахараем и Арам-Цова». И Иоав вернулся и поразил Эдом в Соленой долине. 12 тысяч. Таилим 62. Аналогичная ситуация имела место в случае с Шемшоном и Филистимленами. Авраам заключил соглашение с Авимелыхом, филистимским царем, который сказал, «Поклянись мне сейчас Богом, что ты не обманешь меня, моих детей и моих внуков. Прояви ко мне и к земле, в которой ты был беглецом, ту же доброту, которую я проявил к тебе». Берешит 21.23. «Как же тогда Шемшон мог выступить против филистимлян?» Мудрецы объясняют. Сота 9.10. Алиф. «Шемшон начал Яхел спасать Израиль». Судьи 13.5. Раби Хама, сын Раби Ханины, сказал, «Клятва Авимелыха была нарушена». Хухал. Раша комментирует, «Хухал означает нарушить, как в стихе. Он не должен нарушать Яхел свое слово». Бемидбар 33. «Они нарушили клятву первыми». Мы ясно видим, что если Израиль и народы связывает взаимное клятва и народы нарушают свою часть, нарушили ее первыми, Израиль освобождается от своих обязательств. Следовательно, та клятва, которую Бог взял с народов, была условием для клятвы Израиля. Совершенно немыслимо, чтобы Бог, милосердный Отец, решил подвергнуть своего первенца, свой возлюбленный народ, неисчислимым страданием до конца времен, тем более, что это составляло акт богохульства против Бога. Хилул Хашем! Таким образом, для изгнания Израиля необходимо было одно условие. Народы не должны порабощать его слишком сильно. Кто может сосчитать, сколько раз проклятые народы нарушили это обещание? Кто может пересказать, какие страдания они нам причинили? Кто может измерить, как далеко народы зашли за грань допустимого? Нет никаких сомнений, что Израиль освобожден от своей клятвы. Да, с точки зрения собственных заслуг, Израиль не достоин избавления. Но в любом случае больше нет никаких юридических препятствий, мешающих нам сбросить мучительное ярмо народов. Более того, преследования евреев представляли собой ужасный, невыносимый Хилул Хашем, и поэтому избавление, назначенное на свое время, придет преждевременно, как говорят мудрецы. Пусть всякий имеющий ум поймет значение выражения избавления в свое время. Избавление, несмотря на отсутствие заслуг в согласии со словами. И.Хэскель 36-32 Богу не нравится этот вариант. Единственная цель такого избавления – осветить Божье имя. Но поскольку Израиль продолжает пребывать в грехах, его ждет внезапное и ужасное страдание. Избавление по этому варианту станет результатом непрекращающих состраданий еврейского народа от рук язычников, нарушивших свою клятву. Как сказано, «Я крайне недоволен народами, живущими в покое, ибо я был лишь немного недоволен, но они умножили зло». Захария 1.15 Бог установил не одно время в кавычках, а несколько времен в кавычках. Как говорит царь Давид, «Мои времена в твоей руке» – Таилием 31.16 Поскольку первое избавление ясно показывает, каким будет последнее, имеет смысл рассмотреть и избавление Израиля из Египта, которое тоже было в свое время и преждевременно. Бог сказал Аврааму, «Твое семя будет странником в земле, которое ему не принадлежит, и они будут порабощены и угнетены 400 лет». Берешит 15.13 «На деле же, израильтяне были рабами в Египте только 210 лет». Перкей Дераби Илеезер 48. А некоторые полагают, что даже 116. Сифтей Хахамин Шмот 6.16 Вот как Раши комментирует стих Шмот 6.18 «Киат прожил 133 года». Из этого вычисления мы получаем, что 400 лет упомянутые в Писании относились не только ко времени в Египте, но начались со дня рождения Ицхака, что согласуется с Михилта Бо Месехта де Писха. В другом месте Шмот 12.41 упоминается период в 430 лет, однако его тоже можно рассматривать как 400, 210 и даже 116, поскольку в Египте милосердный Бог также представил израильтянам два варианта быстрое избавление через раскаяние либо избавление без раскаяния в какой-то крайний срок, что и произошло. Что касается слов из Ехескель 16.7 «Ты гол и наг» в Елкут Шимани поясняется Ехескель 16.355 «У них не было заповедей, которые можно было бы исполнять, чтобы получить избавление, как сказано «Ты гол и наг» с заповедями, поэтому Бог дал им две заповеди «приношение Песах и обрезание». Также в Шмот Раба 1.35 говорится «У них не было добрых дел, через которые они могли получить избавление». Это объясняется Ехескелем «Ты гол и наг, лишен добрых дел». Также в Шмот Раба 17.3 сказано «Через две крови Израиль был спасен из Египта, кровь приношения Песах и кровь обрезания». Если бы Египет поработил израильтян так, как это определил Бог без умножения зла Захария 1.15, то есть без угнетения, и если бы Израиль не раскаялся, то период рабства был бы дольше, до даты, установленной Богом первоначально. Однако фараон сделал жизнь израильтян невыносимой. Цитата «Прошло много времени и царь Египта умер. Дети Израиля все еще стонали из-за своего порабощения. Когда они воззвали из своего рабства, их мольбы дошли до лица Бога. Бог услышал их вопль и вспомнил свое соглашение с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Бог увидел детей Израиля и решил проявить заботу». Шмот 2.23.25 Мудрецы комментируют Шимон Раба 1.34 «Прошло много времени. Это было скорбное время, поскольку сказано много. Из-за страданий короткое время казалось им бесконечным». Цитата «Израиль все еще стонал». Почему они стонали? Потому что волшебники Египта сказали фараону «Нет исцеления твоей проказе, пока мы не будем убивать 150 еврейских младенцев каждый вечер и каждое утро, и ты будешь купаться в их крови дважды в день». В Перкей Дераби Илезер 48 говорится «Египетские палачи раздавливали евреев в стенах домов между рядами кирпичей. Они взывали стен, и Бог слышал их вопль». Медраж Увхир Ялкут Шимани Бешалах 243 Ангел Гавриил полетел в Египет. Он извлек один кирпич, за которым был замурован младенец. Он встал перед Богом и сказал «Владыка Вселенной, вот как они поработили твоих детей». Когда Бог устанавливает время в кавычках, Он делает это таким образом, чтобы оно могло наступить раньше или позже в соответствии с обстоятельствами. Это не значит, что страданий будет меньше или не будет вообще. Если Израиль недостоин избавления, избавление в любом случае придет в свое время, однако его дата может измениться. Когда Бог видит, что народы слишком умножают зло, тогда из сострадания к своим детям и в гневе на хулящие его имя народы, Он пересматривает свое решение. Именно это произошло в Египте. Бог сказал «Твои потомки будут чужеземцами в земле чужой, они будут порабощены и угнетены четыреста лет». Берешит 15-13 Бог мог интерпретировать означенный период в четыреста лет различными способами. Например, Он мог считать от прибытия в Египет либо от начала порабощения как такового, или же можно было вести счет от рождения Ицхака, первого семени Авраама. Ишмаэль не считался семенем. Более того, Бог мог вообще под порабощением и угнетением подразумевать не египетское рабство, а факт отсутствия у евреев своей земли, когда они жили чужеземцами сначала в Ханаане, а затем в Египте. Из-за тяжести страданий Бог решил вести отсчет от рождения Ицхака. В этом случае период собственно египетского рабства продолжался не более 210 лет, либо еще меньше, согласно Сифтеи Хахамин. Конец цитаты. Мудрецы учат Песик Тады Рав Каана Акодыш страница 47 Митраж Таилим 18 22 Цитата Пошли кого-то более подходящего Шмот 4 13 Моше отказывался и он сказал Владыка Вселенной я уже сделал подсчеты и прошло не более 210 лет из 400 лет установленных для Авраама Бог ответил это не так как ты посчитал я сделал так что конец придет раньше отсчитав от рождения Ицхака и он уже пришел Конец цитаты Моше это знал как говорят наши мудрецы Моше сказал Израилю поскольку он ждет вашего избавления он игнорирует ваши подсчеты Широ Ширим Раба 2 8 1 Кли Якар комментирует Шмот 2 23 В глазах Бога они были нечестивыми грешными и недостойными избавления кроме как из-за порабощения в Египте как сказано я чрезвычайно недоволен народами Захария 1 15 поэтому сказано их мольбы дошли до лица Бога из рабства Шмот 2 23 Египтяне умножали зло как сказано Захария 1 15 Здесь ясно говорится что сильные страдания приближают конец Мудрецы пишут Иерусалимский Талмуд Таанит 1 1 5 5 факторов привели к избавлению из Египта временной срок страдания их мольбы заслуги патриархов и раскаяние конец цитаты поэтому когда Бог вычисляет время избавления Он учитывает все эти факторы и либо отдаляет либо приближает конец не подлежит сомнению что основная причина избавления в свое время это Кедуш Ашем освящение Божьего имени поскольку со времен соглашения с патриархами Израиль считается Божьим народом его страдания автоматически означают Хилул Ашем это было основной причиной освобождения из Египта когда Бог так сказать был вынужден освободить их и освятить свое имя об этом прямо говорится Вехескель 29 Кроме того мудрецы говорят Шмот Раба 1.36 Бог знал что избавление ради его имени зависело от него ради союза который он заключил с патриархами как сказано Бог Бог вспомнил свой союз Шмот 2.24 Так же Бог сказал через Ехескеля Я буду действовать ради своего имени 29 конец цитаты Вот как Орахаим комментирует стих Шмот 2.23 Дети Израиля стонали из-за своего порабощения Комментарий Дело не в том что они взывали к Богу о спасении но они взывали подобно человеку в муках или в мучениях своего рабства Конец цитаты Похожим образом переводит этот стих Онкелос От порабощения которое было тяжело для них Конец цитаты Да Израиль стонал и его стон был услышан Однако это еще не говорит о раскаянии Это был просто крик боли и отчаяния Впрочем он тоже поспособствовал приближению избавления Сфорно комментирует там же Они воззвали в мучениях своих трудов как в стихе Рыдайте о врата Плач о город Ешаяу 14.31 Конец цитаты Итак Бог устанавливает для страданий несколько потенциальных крайних сроков Если народы причиняют Израилю слишком сильные страдания нарушая тем самым свою клятву а вопль Израиля пронзает небеса порождая чудовищный хилул Гошем избавление приходит раньше запланированного срока Так было с первым избавлением и так будет с сегодняшним даже несмотря на нашу малочисленность имеется ввиду малочисленность в заповедях Однако из-за наших страданий и скорби Бог ускорит конец Горе этому поколению большая часть которого не испытала горечь преследований Они не понимают важность этого периода знаменующего собой начало избавления еврейского государства ради тех людей которые хлебнули немало горя Мудрецы учат Израиль не будет избавлен кроме как из-за сильного горя Сказано Наша душа согнута к земле Таилим 44 26 Восстань нам на помощь избавь нас ради твоего милосердия Стих 27 Лек Ах Тов Шмот 2 23 Иными словами когда страдания Израиля достигнет высшей точки душа согнута к земле тогда придет избавление восстань нам на помощь как сказал Ирмиягу это время бедствий для Якова но он будет спасен из него Ирмиягу 37 В другом месте Тора говорит Господь заступится за свой народ когда увидит что их сила иссякла Дворим 32 36 Мудрецы комментируют Санедрин 97 Алиф Сын Давида не придет пока они не отчаются получить избавление В Елкут Шимани Ехэскель 16 354 цитируется Перкей Дераби Элиэзер Почему Бог считает нужным сказать дважды Я сказал вам в своей крови живи Ихэскель 16 6 Комментарий Бог сказал Благодаря крови жертвы Песоха и крови обрезания вы будете избавлены из Египта и благодаря им вы будете избавлены в будущем в конце четвертого царства Конец цитаты Подытожим ряд принципов о нынешнем избавлении Бог спасает еврейский народ одним из двух способов Если они этого заслуживают Он приводит избавление быстро Сегодня если вы услышите его голос Тилием 95 7 без родовых мук Машиаха При втором варианте избавление придет только в свое время при наступлении конца Эти сценарии отличаются друг от друга не только временем но также наличием страданий и причиной для избавления Теперь во втором варианте Бог освобождает свой народ не за их добрые дела и раскаяние но из желания осветить свое имя оскверненное уничтожением Израиля следовательно избавлению предшествует наказание как бы то ни было даже при избавлении в свое время Бог планирует несколько вариантов конца если народы нарушат свою клятву и начнут притеснять Израиль слишком сильно умножат зло так что страдания станут невыносимы Ахилул Гошем достигнет небес Бог ускорит приближение конца Данный урок очевиден для всех кто готов его увидеть и изложенные принципы ясны для того кто понимает и справедливы для тех кто нашел знания Мишли 8 9 Бог назначил заключительную эру избавление уже началось уже слышны шаги Машиаха и Бог стучит в дверь Широширим 5 2 кто-то может спросить а есть ли гарантии что мы снова не потеряем наше государство и опять не будем изгнаны за наши грехи ответим вопросом на вопрос неужели мы смеемся над Богом неужели мы ставим его так низко что почитаем за обман его дела его величественные свершения его чудеса которые мы видели собственными глазами или мы забыли великое пророчество Захарии исполняющиеся в наши дни пожилые женщины и мужчины будут сидеть на улицах Иерусалима улицы города наполнятся играющими детьми Захария 8 4 5 Мог ли Бог вернуть столько изгнанников с четырех концов света и дать им суверенное государство чтобы лишь снова уничтожить его через какие-то несколько лет Кто осмелился глумиться над днем Божьего величия Кто осмелился обратить в посмешище его чудеса Неужели все эти чудеса могли произойти без божественного проведения или мы стали худшими из еретиков Но вспомним еще кое-что Бог обещал что после третьего избавления изгнаний больше не будет Мудрецы объясняют Танхума Шофтим 9 Третья часть останется здесь Захария 13 8 Комментарий Израиль постоянно не заселится в своей земле до третьего избавления Первое избавление было из Египта Второе было при Эзре Третьему не будет конца Конец цитаты Ле Кахтов так комментирует стих Дворим 1 8 Дать им и их семени после них Комментарий Рэбе сказал Дать им означает тех кто пришел через пустыню и их семени означает тех кто пришел из Вавилонии После них означает Эру Машиаха Похожим образом Радак комментирует стих Ошеа 6 2 После двух дней он оживит нас на третий день он восстановит нас чтобы мы могли жить в его присутствии Комментарий Этот стих относится к будущему Два дня означают два изгнания в Египет и Вавилон В третий день относится к этому третьему изгнанию из которого Бог восстановит нас изгнание чтобы мы могли жить в его присутствии означает что мы никогда не будем изгнаны Мецудат Давид там же комментирует в будущем при третьем избавлении Бог восстановит нас из нашего падения и мы будем жить в его присутствии вечно мы никогда больше не отправимся в изгнание Конец цитаты Увы кто имеет глаза чтобы вывести заключенных из темницы тех кто сидит во тьме тюрьмы Ешаяху 42 7 Цитата Тогда глаза слепых откроются и уши глухих отворятся там же 35 5 и мы осознаем значимость нашей великой эпохи в которой будут освящены Божье имя и небесное царство но кто спасет нас от этих родовых мук Машиаха выход из которых только один полное покаяние нам предстоит испытать на себе гнев верховного царя царей против которого мы восстали пророки сказали вернитесь отступившие дети я исцелю ваше отступничество Ирмияу 3 22 вернитесь ко мне и я вернусь к вам Малахия 3 7 но это покаяние должно быть полным оно должно сопровождаться полным подчинением верховному владыке и его заповедям нужно твердо верить в то что только Бог управляет миром и всем что в нем что до нас что такое наша жизнь откуда мы пришли куда идем если мы проявим полное покаяние и сделаем все что Бог велит нам сделать как приятно будет наша участь наша доля наше наследие полное и быстрое избавление и